Девушки отдыхают Девушки отдыхают Динамо Москва Россия Девушки отдыхают 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 Максим Миманов, Зиногор Москва! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Левородчик игрока. Да, Рицу. Нет, Валентину Галлу. Валентина Галла. Открывает счет в матче, реализовав пятиметровый. Точно попал в верхний угол. Здесь без шансов для Виктора Иванова. Крупным планом нам показывает Валентина Галла. Был один из игроков национальной сборной своей страны. Ну, если вот взять по именам, то в какие-то периоды и Пришутке играл старший, потому что его брат также в составе Бреши, более молодого возраста. Хорошая передача, и Лисунов должен забивать. Здесь очень здорово отработал Сергей Лисунов. Кстати, отработал из-под Николаса Пришутки. Насколько успел заметить, очень вовремя здесь вот этот отвал был. И другие игроки, Пришутки младшему, не помогли. Ну и завершение поставить. Здесь секунды промедления. И мяч бы сняли Лисунову до сороки. Игроки, которые спешили на помощь своему последнему защитнику, опитавшему на вашего столба. 1-1. Неплохую позиционную атаку провели динамовцы. Пришутки. На Галло. Но в Пришутке и вновь Галло. И потеря. Хорошо здесь подоспел Шепелев. Да еще заставил нарушить правила на себе. По-моему, все тот же Пришутки. Именно младший. И потерял мяч. И не позволил Шепелеву уплыть в контратаку. Еще одно честное преимущество динамовцев. Вновь линия ломается. Иван Нагаев на холл. Но здесь пенальти должен быть назначен. Совершенно справедливый. Там Галло явно схватил за руку. Холода. Мешаю тому переправить мяч в ворота после передачи Нагаева. Вот давайте еще раз посмотрим. И обратите внимание. Не дает Галло поднять руку Шепелева для того, чтобы получить эту передачу. Ну и Иван Нагаев, автор вот этого паса на пенальти, будет фотоциализовать. Пятиметровый штрафной бросок. Точно бьет. Восьмой номер динамовцев в нижний. Левый от Марко де Лунга. Угол и 2-1. Динамалы ходят вперед. Хороший бросок под руку вратаря. Раз забросил. Номер восьмой. Иван Нагаев-Динамовцы. Ну и теперь надо поработать в защите. Еще один лаганер Бреша. Это черногорец Маладан Янович был смячен. Тоже далеко не молодой, если не ошибаюсь. Маладану 35. Ну, возможно, 35 будет в этом году, а так 34. Он пытается потом... И опять, и опять Шепелев наступает на те же грабли, если вы помните, момент первого удаления. То же самое. Не дает сопернику плыть вперед. Руками его останавливает. Арбитр находится рядом. И тут же следует удаление. Численные преимущества у Бреши. Нора. Галло. Бросок поверх блока. Неудачно сыграл индивидуально в этом эпизоде Дмитрий Холод. Вот нужно было, наверное, чуть-чуть повыше из воды подняться, чтобы сложнее Галло было атаковать. Ну, с этой точки не видно. Вот посмотрите, как раз наш десятый номер вроде бы выплывает вперед на Галло. Делает это своевременно. Но очень низко сидит в воде. А для бьющего игрока это только подспорье для завершения. 2-2. Нагаев с мячом. Пьетлович активно, очень активно борется с защитником. Да, и вот проходит пас. И здесь удаление. Дотерпели динамовцы. Дождались момента, когда можно было сделать передачу на своего центрального нападающего, на Пьетловича. Николас Пресчутки удален. Это его вторая персональная ошибка в матче. Ну, Лазарев торопится, торопится. И тут же нарушает правила. Тут же нарушает правила, не давая. Вот сейчас этот момент мы увидим. Сначала бросок Лазарева. И вот после этого устремляется в контратаку Пресчутки. Ну, на мой взгляд, он еще несколько симульнул. Но этого хватило, чтобы добиться удаления. Оно спорное. Больше симуляций, все стороны, Пресчутки было. Ну, я говорил о его возрасте, поэтому он игрок, естественно, опытный. И отдельные его номера, в кавычках, арбитры могут, конечно, купиться. Александр Боу, наставник Брешни, берет тайм-аут. Расставит сейчас своих игроков по позициям. Ну, то, что отрабатывалось на тренировках, возможно, кого-то поменяет. Ну, Галлова остается. Автор двух заброшенных мячей превышает. Александр Боу, ну, сам в прошлом очень хороший защитник, олимпийский чемпион в составе сборной Италии. Образцы от 1992 года. Тогда итальянцы в финале в Барселоне одержали победу над хозяевами той Олимпиады испанцами в дополнительное время. Ну, вроде бы никого не поменял. Александр Боу, все те игроки, которые бы находились в воде, просто встали по своим позициям. Нора на ближнего будет играть. Нет, это чуть подальше на Прешуке. Галло, Нора. И хорошо сейчас с блоком помог у вратарёва Душка Пьетлович. Ну, и, надо полагать, тайм-аут в свою очередь берёт Марат Закиров. Да, здесь хорошо. Пьетлович закрыл дальний угол. Для Александра Нора. Ну, надо полагать, команды в равных составе. Во всяком случае, мы смотрели повторы, моменты удаления в составе Береша и не видели. Возможно, но и произошло. Поэтому взял тайм-аут в Марат Закиров. Хотя до окончания периода ещё вполне достаточно. Две с половиной минуты, насколько успел заметить. Вот, как раз, этот сектор динамовский. И отдельное спасибо не этим ребятам, но и не только ребятам, но и девушкам, которые активно поддерживают в каждом матче. Динамо, будь то спаренные матчи чемпионата России, либо вот игра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Ну, что касается чемпионата страны, то динамовцы идут на первом месте. И это первое место после регулярного сезона ставят за собой. А по положению чемпионата страны, команда, занявшая первое место в регулярке, от первой стадии плей-офф освобождается. Нет равных составов команды. Очень активно там борется, опять же, один из динамовских столбов. В данном случае Душка Пьетлович, но передача чуть-чуть подкачала мяч, проскользив по воде. Проскочил мимо Пьетловича, ему нужно возвращаться назад. Пришутили, пас вперед. Здесь симулирует Никола Лукчевич, это было видно. Выпрашивал удаление, и очень хорошо в этом обезоне арбитр разобрался. И игрок, который, динамовский игрок, по-моему, это был Бычков, который опеквал Лукчевича. Вовремя поднял руки вверх. То же самое делает сейчас Просчути. Показывает, что он не держит соперника. Пьетлович заставляет, опять же, на себе нарушить правила. Очень активно Душка ведет борьбу под воротами Бреши. И добивается уже второго удаления. Вот Сефана Гуэратто, молодой игрок. Один из молодых игроков в составе Бреши. Торопятся, торопятся с ударом Бычков. Гавриил Суботич был. Один из сербских легионеров Динамо. Но, кстати, вот третий из них Николай Радон на сегодняшний матч не заявляет. Ну, понятно претензии Марата Закирова к Гавриилу Суботичу. Бросок без розыгрыша. Защиту отследует не подергнул. Еще 10 секунд у Динамо отчисленного преимущества. Нагаев Лазарев. Передача низкорисковатая была для Суботича. Он мяч не поймал. Бычков, бросок. И мяч в воротах Бреши. За минуту и 19 секунд до кончения первого тайма. Динамо выходит вперед. 3-2. Да, хор. Да, ну, вот опять, если вспоминать начало встречи, да, когда динамовцы опять же доводили мяч вот до того дальнего, если смотреть экраны края. Но не лучшим образом так тогда сыграл при завершении Иван Сучков. Но здесь у Бычкова, ну, у нее удар получше, чем у Сучкова, объективно, если смотреть на вещи. Поэтому намного увереннее было и завершение со стороны 9-го номера динамовцев. Ну, опять же, тот же Бычков, опять вот абсолютно непонятная игра против центрального нападающего. При подстраховке зачем-то Бычков нагружал Муслима. Ну, очень хорошо разыгрывают гости это численное преимущество. И опять, передача на Зена Бертоле, который, по мнению динамовских игроков, во всяком случае, по их реакции, залез в офсайт. То есть оказался раньше мяча в двухметровой линии. Вы знаете, вот если отсюда смотреть, наверное, можно согласиться. Мне кажется, арбитр, а в данном случае, воин Путникович, он на дальней бортике сейчас находится, вот этот офсайт просмотрел. По ватерпольным правилам, до мяча в двухметровую зону, которая вот так обозначена красным конусом и красной разметкой дорожек, заходить нельзя. А здесь кому передача-то? Ох, какая грубейшая ошибка. Холода, но тяжеловато, тяжеловато. Там кто-то из игроков Бреши плывет вперед. Видимо, довольны тем уже, что перехватил мяч, хотя было преимущество и достаточно приличное преимущество. Латыпов против Бертоле. А здесь что? Ух, а здесь бросок достаточно опасный. Мяч попадает в голову Виктора Иванова. Рикошетец атаковал Петер Муслим. Хотя у него, ну, как мы видели, было, на мой взгляд, более острое продолжение, как пас вперед. Ну что ж, 3-3 на табло Динамовского бассейна, первый перерыв матча. У нас будет, наверное, такой марафон, потому что, я думаю, многие будут угадывать. Итак, вопрос очень простой. Сколько раз наш капитан за карьеру становился чемпионом страны? Давайте вот пойдем, где-то там в тыках, давайте в ваш ответ. Девиз, вы абсолютно правы. Я, как с того, у кого обратиться, мы вас поздравляем. Этот приз вам я вам скоро убую, 100% попадание. Друзья, это не все. У нас сегодня еще будет несколько раз розыгрышей призов. В том числе будем разыгрывать приз по программке. Поэтому в программке взяли и вегетариантов. Друзья, мы все будем с другим. И я, сына нашего Деже, Дровы! Друзья, мы все будем с другим. Статистика первых восьми минут игры на ваших экранах. Обратите внимание, три броска по динамским воротам, три мяча заброшенных. Ну, если мы вспомним, был четвертый, да, последний, который парировал Виктор Иванов. Парировал головой, после чего мяч рикошелил в перекладину. Динамцы нанесли намного больше бросков, чем соперник. Семь, но, как и у Бреши, только три из них достигли цели. Мяч установлен в специальной корзине в центре. Боли на сей раз арбитр из Франции. Себастьян Дерво даст сигнал к началу второй. Восьмиминутки и Кристиан Пресчутки, который выиграл первый спринт против Луновши, по-моему, против Дмитрия Холода. Да, на сей раз Холод побыстрее, причем намного быстрее. Уж не знаю, что случилось в первом тайме. Вообще, Дим славится своими плавательными качествами, именно как спринтер. Кстати, в составе Бреши нет одного из ключевых игроков. Он приболел. Я говорю о Пьетро Фиглиоле, который в нынешнем сезоне пополнил ряды этой команды. До этого выступал за Прорека. Очень сильный индивидуальный игрок. Ну, у Лисанова поработать чуть-чуть нет. Здесь отметим все тот же Пресчутки. Вот, да, в данном случае на возраст абсолютно внимания обращать не стоит. Огромный объем работы проделывает капитан Бреши. И сейчас очень помогшему последнему защитнику, который опекал Лисунова. Сергей практически из-за освободился из-под опеки, если бы его время не подоспел. Пресчутки старший в хорошей позиции для броска, казалось бы, Капитан Динамо. Ну, здесь Петро Муслим их тоже здорово отрабатывает. Очень здорово из-под Копцева. Вот что значит класс. Ну, Ивану надо плыть быстрее вперед, а не обнимать Муслима. Да, хороший момент сейчас создал седьмой номер Бреши. Ее хорватский легионер Лазарев. И нарушение правил. Алесандр Нора. Бросок Николая Лазарева. Вы знаете, выгодная позиция была у второго номера Динамо. Ну, из этой выгодной позиции хотя бы ворона могла попасть. С четырех метров. Ну, а здесь уже острая ситуация, надо полагать. И выход один на один. Кристиана Прешутчий. И, судя по реакции трибун. Капитану Бреши забить не позволил наш галкипер Виктор Иванов. Возможно, в повторе мы этот момент увидим. Ну, поактивнее. Суботичу передача на холода. Да, тут в равных составах были команды. И видно было, что очень прижались игроки в темных шапочках к своим воротам. И этим обстоятельством нужно было пользоваться. И похвалим Суботича. На сей раз не стал жадничать. Сделал ложное обманное движение. И сбросил мяч на холод. И здесь уже ни Муслим, который ставил блок, ни Марко Деллунго, галкипер Бреши помешать нашему десятом номеру не сумели. 4-3. Скамеечка запасных Динамо. Главный тренер. Марат Закиров. И Александр Бова, и Марат Закиров в произведении горят замен. Ну, Динамо, мы видим, что сначала претенгуют, потом стараются отойти. Ну, опять же, вот на ровном месте. На ровном месте, абсолютно в безобидной ситуации. Иван Нагаев держит соперника. Тем самым нарушая правила. Здесь Янович проспал момент, когда можно было сыграть на пришутте. Бросок. Так и не дождался мяча. Николас Пришутки. Хотя его дважды динамовцы бросили. Оставили одного. И, как и передача, напрашивалось. Нагаев пробует проскочить. Галла не получается. В краю потерял Суботича. Много потерь у Динамо. Ну, а вот если так вспомнить, по-моему, Бреша это мяч еще не терял. Опасная, очень опасная контратака. Там на правом фланге есть преимущество 3 в 2. Передачу туда на фланг мы не увидели. Янович. Нора. Мячом Янович. Бросок у него хороший, а? Дернул Иванова, но с траекторией не рассчитал. Молодан Янович. Мяч полетел мимо ворот. Далековато вышел Виктор Иванов, но, видимо, уже думал, как помочь защитнику. Галла против Лесунова. Это выгодный размер для нас. Галла в защите действует не лучшим образом, тем более против центрального нападающего. Но мы видим бросок здесь. Магаева мяч отскакивает к Валерию Риццу. Да, чуть-чуть бы правее, если смотреть на повторы, и мяч бы оказался в воротах. Очень опасная ситуация. Непонятно, как она здесь возникла и о чем думали динамовцы. Выпускает шланга Николу Вукчевича. Никто ему не мешает. И счет равный. Вот давайте посмотрим, как здесь провалились динамовцы. Выход 3 в 2. Ждет Иван Копцев, когда. Ну и раньше. Раньше нужно было уже уходить. Переходить на другого игрока. Несколько затянул с этим Иван Копцев. 4-4. На таблон динамовского бассейна. Упорная игра продолжается. В этом поединке. Роман Шепелев по центру задней линии. Не спеша так вместе с мячом идет вперед. Лазарев на Шепелева. Тут нет. Сейчас передача. Вот да. Бычкову да. И спешить-то с броском не надо. Зачем же торопиться так? Там еще было время на атаку динамовцев достаточно много. Секунд здесь, если не больше. Ну, здесь Бычков, ну, в конце концов, можно же и на холду было сыграть, перебросить соперника. И эта передача была бы более острой для завершения. Ну, а здесь нарушает правила Плавикан Душка-Пьетлович. Или Бычков. Ну, нет, не Бычков. Далее на 20 секунд. Не суть важна. Тут главное то, что динамовцы в меньшинстве остаются. Александра Бова берет тайм-аут. По нынешним правилам, в каждом из периодов тренер может брать по одному тайм-ауту. А вот в ближайшем будущем правила поменяются. И за игру только два тайм-аута. Может запрашивать главный тренер. Ну, будет еще ревновое введение, которое должно способствовать убыстрению игры. Чтобы она стала более понятной для зрителей. Николас Пришутти. Пришутти младший. У него два персональных замечания. Ну, он показывает момент единоборства Лисунова и Яновича. Ну, пока мы видели так задумчивое и не совсем радостное лицо Марата Закирова. Хотя на дабло 4-4. Но многовато, на мой взгляд, все-таки динамовцы допускают технического брака. Понятно, что хотят придумывать здесь гости. Достаточно любопытная у них расстановка была. А, ну, вот этими маневрами они все-таки запутали динамовскую оборону. И Вукчевич отличился второй раз подряд. Ну, здесь, опять же, не лучшим образом играет Холод. Если вы обратите внимание, он пошел туда на дальнюю от себя штангу. Хотя там уже был другой динамовский игрок. Зачем нужно было Диме туда делать режиме, совершенно непонятно. Он как раз должен был и препятствовать этому пасу на Вукчевича. Чего не сделал. Активно борется против Бертоли Душка Пьетлович. Оттесняет его ближе к воротам. Нагаев. Холод. Затянул с передачи. И только сейчас на Сучкова. Обратно на Холода. Ну, надо бросать теперь динамовцев. Передача. Да. Последним, кто был с мячом у динамы, это Адарий Латыпов. Очень громадные сейчас гости оборонялись. Не дали возможности динамовцев сделать передачу вперед на Пьетловича. Пришел к темпу. Сучков против Вукчевича. Ну, мы видели, что с опекой Петер Муслима пару раз не справился с Сучков. Но на сей раз мяч до Ухчевича не дошел. Бросок Бертоли не атаковал, а атаковал Галлу. Если бы, вы знаете, опять же мы отмечаем блок Петловича. Здорово он помог Иванову. Я не уверен бы, что Виктор среагировал на этот бросок Галла в ближний угол. Достаточно грубо там кто-то из игроков Бреша играет против Бертоли. Ну, 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 как же так? Шепелев, или это не Шепелев, это был Сучков. Шепелев сзевает абсолютно свободного Холода. И вместо этого еще и неточную передачу на Латыпова делает. Там хороший момент был у Дима Холода. Он здорово освободился за счет рывка. Но Сучков сыграл не лучшим образом. В простейшей причем ситуации. Невыгодный у нас размен здесь был. Опекать что Вукчевича, что Другого столба Бреша и Катра Муслима очень тяжело. Дельлатыпус нарушил правила. Численные преимущества Галла бросает в ближний угол. Но там уже находился Виктор Иванов. И тайм-аут. В паре счете 4-5 в пользу соперника берет Марат Закиров. Здесь уверенно Иванов сыграл. Прочитал замысел Галла. Который блок обвел, но... Пробил прямо в руки Иванова. Ну вот на планшете двигаю фишки. Объясню. Я даже полагаю, в первую очередь, Сучкову, что он должен делать. Марат Закиров. Опять же продержим ряд замен. Вышел вдохнувший Сергей Лисунов, вместо Дурка Петловича. Сейчас возглавится игра после тайм-аута. Закончится отведенная минута. И вводит мяч в игру Виктор Иванов. Ну, сейчас несколько успокоилась игра после... Достаточно, на мой взгляд, более быстро она проходила. В первые 8 минут. А вот во второй четверти как-то то ли подустали команды. Хорошей позиции нет. Не рискнул бросить Латыпов. Отдал мяч Лазареву. Удаление должно быть. Бертоли с этим согласен. Тут же плывет вот туда, в зону, около своей скамеечки запасных. Где отбывает 20-секундный штраф. Удаленные игроки. Нагаев. Сучков. Нет, холод это был. Очень высоко. Очень высоко. И хотя хороший жиль нам показал Сергей Лисунов, но до мяча он не дотянулся. Неудобная была передача. Если вы увидите, вот сейчас на повторе обратили внимание на положение Лисунова. Ноги чуть вперед ушли. И видно, что он тянулся за мячом. И вот это обстоятельство помешало, конечно, Лисунову переправить мяч в ворота. Закончился у нас второй период. Увы, не в пользу Динамо. Напоминаю, после первых 8 минут на табло было 3-3. Сейчас мы видим, что хозяева бассейна проиграли 4-5. Сейчас все внимательно посмотрели на свои программки. На последней странице. На одной программке должно быть написано подарок. Так что внимательно посмотрите. Эту программу мы очень выдавали. На последней странице должно быть в ручке написано подарок. Дорогие жители, обладатели программки, мы зовем нам для вручения приза от нашей команды. Есть подарок. Ну что ж, от этого не будешь. Конечно, мы тебя поздравляем. Держи приз. И продолжай так же здорово поддерживать команду. Ну и слово нашло, держи о дроби. Путь в его власти. Путь в его власти. Поменялись команды воротами. Теперь справа у нас будут находиться Динамовские. Слева ворота Бреши. Ну давайте посмотрим отдельные моменты игры. Ну вот бросок Сучкова в самом начале, когда первое численное преимущество Динамовцы имели. И момент, когда вот как раз не справился с Офекой Муслима все тот же Иван Сучков. Фенальти реализованы у Валентина Галло. Хороший момент в позиционной атаке у Динамо. И мяч забрасывает Сергей Лисунов. Это момент нарушения правил уже на Дмитрия Холодя. И пенальти, который реализовал Иван Нагаев. Александр Боу дает указание своей команде. И вот Галло забрасывает второй мяч. Встреча. Бычков отвечает голом на гол Галло. Здесь, на мой взгляд и на взгляд динамовских игроков, было нарушение правил, а именно ватерпольный оффсайт. Но судьи его не зафиксировали. После гола Дмитрия Холода динамовцы проспали контратаку. И спокойно Вухчевич выпал с фланга и забил. Опять же мы видим не совсем удачную защиту в меньшинстве. И наоборот, пас от Холода на Лисунова, который достаточно высоким был. И по этой причине не сумел капитан Динамовцев переправить мяч в ворота. Валентина Галло. Автор двух заброшенных мячей. Двух первых. Сегодняшняя встреча. С еще одним его броском справился. Валентин Иванов. Динамовцы уже на линии ворот. Думаю, что в гости то же самое. Дмитрий Холодов вновь готов стартовать к центру поля за мячом. У гостей эту миссию в первых двух четвертях выполнял их капитан. Третий номер Кристиан Пришуки. Ну и то же самое сейчас будет. Мы увидим дуэт третьего и десятого номеров команды. Кто из них окажется быстрее. Пока счет. Вот у них равный 1-1. Арбитр только что был на ваших граммах. Француз Себастьян Герво. Другой рефери Волин Путникович из Сербии. Ваш комментатор Сергей Наумов. Наша трансляция продолжается. Десятый тур. Группового этапа Лиги Чемпионов. Динамо у себя дома принимает итальянскую бревшу. Пока счет 5-4 в пользу гостей. Ну и если кратко характеризовать первые два периода, то Динамо сошибались больше, чем соперник. И это, наверное, главное, из чего сложились цифры на табло. Был ряд поспешных ударов. Парочка. Были потери, что называется, на ровном месте. Порой динамовцы не лучшим образом оценивали ситуацию. И вместо обостряющей передачи делали пас в другую сторону. А нет, не пришутки плыл за мячом. А в бревши. Ну ладно, Янович. Ну, холод вновь оказался быстрее. Начинают прессинговать гости. Причем таким жестким прессингом по всему полю. И вот только сейчас будут стягиваться назад. Помогает своему последнему защитнику. А Субботич, наконец, показал, что он способен. Больше бы, конечно, в этом сезоне ждали от этого торполиста в Динамо. Но по-настоящему раскрыться он так и не сумел. А вот на такие броски он, конечно, мастак. Здорово. Называется, по ушам попал. А Мако де Лунго над головой. Нет, это не Никола Радон, это Гадавер Субботич. Никола Радон сегодня отдыхает. Он не попал в заявку на матч. Да, ну опять же, вот таких удалений более чем достаточно. Показывает рефери жестом, что холод за шею схватил соперника. Зачем там нужно это было делать, абсолютно непонятно. Больше динамовцы. Ну вот таких игровых удалений, у них намного меньше, чем удалений, что называется, на ровном месте. Недоволен действиями защитников, которые ставили блоки Виктора Иванова. Давайте посмотрим, что здесь было. Ну да, здесь Иван Копцев совершенно другую руку поднял. Этот угол он должен закрывать был правый, а не левый. Валерий Риццу, автор заброшенного мяча. И вновь Бреши выходит вперед. 6-5. Замены, опять же, и в той и в другой команде. И опять мы видим, что Бреши прессингует. Вот Нагаев с мячом, крутится на одном месте. Вот сейчас пас туда. На другого левого рукового игрока. На Николая Лазарева. Субботич, и здесь должно быть удаление грубо играет против Субботича Гуэра Апто. Тем бы там уже мяч отбросил после свистка. Учительное преимущество у Динамо. Лазарев на Нагаева. Пас дальше на левого на Копцева. Вновь Копцев. Бросок и мяч в воротах. И нет, не Копцев, простите. Субботич был. Все тоже говорил Субботич. И в аналогичной манере он завершил. А именно бросок над головой вратаря. Ну вот сейчас не успел заметить, как мяч оказался в воротах. По-моему, попал сначала в перекладину Субботич. Давайте посмотрим, сейчас хорошо мы увидим. Да, попал в перекладину. От перекладины рикошет в голову, в затылок. Делунго. И потом уже мяч оказывается в воротах. 6-6. Ну, даже ничья в этом поединке, исходя из турнирной ситуации, Динамо не устроит. Нужна победа. Победа, чтобы попасть в число четырех команд, которые из группы выходят в финальную стадию. И опять удаление на периметре, на ровном месте. Опять динамовцы играют грубо. На сей раз Николай Лазарев. Очень много ненужных удалений у Динамо. Очень много. Рисковатый пас для Риццо. Он мяч не ловит. Ну, в одном можно как раз упрекнуть Младен Янычево. Я на вещи, который делал передачу, что он сделал ее вестель. Хорошая позиция. Будет бросок. Ну, нет, ну не такой же, а. Копцев решил как-то через живот, что ли, забить. Полкан-то бросок не получился. Вот, посмотрите, вот здесь на повторе хорошо видно, что дальний угол свободен. И можно было туда направить мяч. В дальний от Марка де Лунго. 6-6. Решите. Туда чуть налево. Пас вперед. А вот здесь опасно. Николай Копцев не справляется с опекой Муслима. Поймал. Достаточно Бармана берет, если исходить из времени. Третьего периода Александра Бова. Ну, решает сейчас использовать минутную паузу. Выпускает, мы видим, что Валентина Галла с бортика прыгнула в воду. Кого еще? Ну, в этой ситуации Галла встанет на фланг. Другой леворукий игрок Бреша Александр Норро пока на бортике. Здесь мы видим Бертоли и Яновича. Но это планшет, на котором расставляют фишки Моран Закиров. Когда обычно дает указание своей команде. Вот эта передача. На повторе резкость паса не видно, но вроде бы он шел в руку. Но опять же, вот такие моменты. Это вот то, только что мы видели, как Нагаев по лицу задел. При шутке. Хотя ситуация к этому не обязывалась играть вот таким образом. Вот это я о тех удалениях ненужных, как я их характеризую, у Динамо. Таких набралось уже порядка по 4 или 5 даже. Бросок Муслима мы видим, с которым справляется Виктор Иванов. Я думаю, это не то, что хотел от своих подопечных Александра Бова. 6-6. Динамо в атаке Шепелев. На холода. Вновь Шепелев. Очень близкую зону к своим воротам ставят гости. И здесь опять абсолютно непонятно по смыслу эта передача. Ивана Нагаева вперед. Там в окружении троих игроков Душка Петлович находился. И даже если бы прошел пас, если бы он был точен, то очень тяжело в этой ситуации против превосходящих сил соперника было играть Душка Петловичу. Янович. Риццо бросает в штангу. Мяч отскакивает. Благодаря Динамо прямо к Сучкову. Риццо хорошо бросил без замаха. Еще кистиную добавил. Пас на Петловича нужен. А он не видит. Он все плывет, хотя нужно было бы остановиться и все. Но сейчас хорошую позицию Душка занял. Близко достаточно до ворот. 5 метров, но не бьет холод. А вот здесь абсолютно непонятно, что делает Шепелев. Не то. По ситуации абсолютно не то. Еще прежней 6-6. Янович с мячом, не спеша. Но трудно это назвать навесным броском. Абсолютно не та траектория. Я вот предыдущая атака Бреша и Риццо хорошо бросил под рукой. Тяжелая ситуация. Один в один. Но Сучков грамотно сыграл. Именно в мяч. Надавил на него. Когда мяч был в руке, он был умыслимо. Отопление было зафиксировано у столба Бреши. У центра форуга. Потерял шапочку. Кристиан пришил. Типа терял шапочку муслим. Сучков. Неудачное расположение. Прокрасок к Нагаеву. Блоком по своему вратарю помогает Янович. И Делунга посматривает вперед. Пока не спешит с пасом. Но только сейчас делает передачу. Спустя секунд 8. Нагаев против Николса. Пришутки прессингует его. Ну нет. Ну прессингом здесь тяжеловато играть. Потери что ли. Потери получается. Шепелев борется с Кристианом Пришутки. Затем в контратаку. Ну должно быть удаление. У Латыпов хорошо уплыл. Ну и здесь очень хороший момент у Динамо. Очень хороший. Нагаев. Ну да. Судя показывает угловой. Возможно не разобрались с ситуацией. Мне показалось, что голкипер парировал бросок. Хотя дружно, очень дружно гости показывают, что да, ну мяч или какие-то здесь явная судейская ошибка в пользу Динамо, кстати. Ну вот куда бросал Нагаев. Ну очень грамотно сыграли тарполисты Бреши в этой ситуации. Ну вот, фиксировав угловой, Динамцы подключили возможность и в главный тренер взять тайм-аут. Хороший вопрос Сергей Дюсану уже взорвался в главный тренер. А я где подсказал, ты можешь выходить из воды. Это численное преимущество. Мы попытаемся разыграть без тебя. Бреши! 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 Ну показывает Марат Захиров, что немного времени осталось удаленному игроку. Поэтому попросил там, в частности, Ивана Нагаева, чтобы он был повнимательнее. С его стороны так должен выйти на поле. Удаленный Нагаев. Суботич. Бычков. Нагаев. Кто будет? Нагаев. Нагаев долго ждет. Передача на Суботича. Ну, на сей раз он не рискнул пробить над головой Дель Лунго. Счет прежний 6-6. Вот бросок Суботича. В противоход. Вот если бы попал, быть бы голым. Тут Дель Лунго ничем бы своей команде не помог. Но, к сожалению, он Суботичу катил штангу. Не лучшим образом Иванова здесь играет. С мячом Суботич. Ну, да, коварно так бросил Лурису с подкруткой. Мощный удар. Суботич активен. Ну, да, не согласен Бова. Здесь, по его мнению, игрок находился в пятиметровой зоне, а не за ее пределами. А если игрок находится в пятиметровой зоне, то после свободного он не вправе наносить удар. Ну, арбитры посчитали, наверное, что вратарь мяч полировал, и не с лишним был давать свисток. О, опасно, а, опасно, если бы не пальцы Иванова, быть бы голым. Николас Пресчутки бросал. Ну, опять же, вот заканчивается время периода. Почему все-таки динамовцы дают сопернику нанести бросок по воротам? Это может быть опасно. Ниванов от ворот до ворот. 6-6. Ну, отдельно взятые третий период динамовцы выиграли. Если мы вспомним, то после второй четверти динамовцы уступали. 4-5. Вот этот отрезок игровой остался за ними. Итак, дорогие друзья, время пришло разыграть. Ну, впереди решающая четверть. 6-6 на табло. Ну, статистика на наших экранах. Больше, чем соперник бросков нанесли динамовские ватераполисты. Ну, эффективность их одинакова. Ну, здесь вот то, что нам обеспечивается, то не совсем соответствует действительности. Это статистика. Спасибо за твой поддержку. По той простой причине, что все-таки в большинстве и та, и другая команда Галута забивали. У него внимательно слушают игроки своих главных тренеров. В любимом своих привычных позе. Вот если такой есть высокий помост, на котором располагаются арбитры, находится Александр Була. Ну, давайте посмотрим моменты третьей четверти. Вот так Субочий забросил первый из двух своих мячей. Точным броском отвечает Валерий Риццу. Здесь мы обращаем внимание на неудачные и негативные действия Ивана Копцева. Еще один бросок Субочий. Еще здесь повезло сердцовому легионеру динамо с рикошетом. Ну, а здесь великолепный шанс у Ивана Нагаева. Он не забивает. Не забивает и в самом конце периода Николас Пришутки. Ну, зрители тоже обсуждают моменты негативы. Напомню, что для ненавидцев необходима только победа. В этом случае шансы еще попасть в четверку команд, которые выйдут в финальную стадию. Лиги чемпионов у них останутся. Ну, а в случае потери даже одного очка, ну, я сейчас не хочу заниматься арифметикой. Возможно, какие-то теоретические шансы останутся. В случае поражения-то точно нет. Обидно, конечно, что второй год подряд Динамо прочит выход в финальную стадию главного клубного турнира Европы. Но, вот, тем не менее, ну, здесь объективно надо заметить, что вот одна группа, где играет Динамо, где играет Преша и Прорека, она все-таки по составу своему намного сильнее, чем другая. Ну, ну, что называется, не повезло с жеребьевкой. Что сделаешь? Так, при 6-6, начинается заключительный четверть. Дмитрий Холод выигрывает спринт за мячом. У Оленькина Гавлу. И у Динамоцев первая атака в четвертом периоде. Шепелев с мячом. Тоже передача на Нагаева. Оленьшепелев по-прежнему еще претенгует в гости. А вот сейчас хороший момент Копцев. Но нужно сделать передачу. Нет, не весной сделать Иван. Туда вперед на Лисунова. Вот только сейчас пас идет. Эта передача должна быть. Была сделана Копцевым на пару секунд раньше. Игрок боится ошибиться. Но, тем не менее, сыграли Динамоцы на своего центра форума. Получили численное преимущество. И Суботич здорово разбирается в ситуации. Увидел, что потерял позицию Гукчевич. Это момент нарушения провел. Кстати, уникался при шутке, если не ошибаюсь. Это третье персональное замечание. И он уже в этом матче своей команде не поможет. И вот хорош Суботич. Таким кисевым броском, без замаха, забил. И вывел Динамо вперед. Но нам по-прежнему тронуть его Никола Радом. Радом в сегодняшнем матче участия не принимает. Он в заявку не попал. Напоминает еще раз. Динамоцы тоже перешли на прессинг. Но прессинг теперь переходит в зонную защиту. Стягиваются игроки в белых шапочках назад. В помощь своему последнему защитнику. Функции которого в данном случае исполняет Копцев. И непонятно, почему он пытается выбрать место спереди. Абсолютно непонятно. Нет. Ну, тут не нужно поднимать алкеверги на узкому наставнику. Совершенно справедливое удаление. Грубо ошибается позиционно. У Иван Копцев. Зонная защита. Ты должен играть сзади, а не сбоку. Тебе же помогают. Поэтому зачем провоцировать и арбитра, и удаление. А удаление на самом деле было. Судя последовательным в своих действиях, здорово. Очень здорово разыгрывать эту комбинацию гостей. Но за исключением последнего. Иностранного завершающего броска. Задрожена Бертолева. Ну, здесь отмечаем грамотно выбранную позицию Виктором Ивановым. Бертолеве торопился, потому что понимал. Там промедление и мяч у тебя с руки снимут. Поэтому бросал уже так в ближний. Вот себя уголом. Ух, какой бросок наносит хитрый. Хорош, хорош Субботич. И тут же нарушает правила, не давая уплыть в контратаку при шутке. Но, опять же, вот здесь арбитры, они, если вы помните, в момент, если не ошибаюсь, в первом периоде, когда было удаление со стороны, хороший технический прием выполнен. Посмотрите, что делают при шутке. Вот если нам сейчас до конца этот повтор показывают. Он идет в игрока. Идет в игрока и показывает, как будто Субботич, мешает ему уплывать вперед. На самом деле, опять же, момент явная симуляция. Но во второй раз в матче на эту симуляцию арбитра купились. Ну, вот только что было численное преимущество. Ну, зачем так спешить-то хорошо? У меня сейчас какие-то обратно к Динамо все. Поспешный бросок Холода. Хотя, с другой стороны, позиция была тоже неплохой. Но тогда, если ты уже бьешь, надо забивать. Максимум из этого момента выжимать. Но что не получилось у Холода, получилось у Николая Лазарева. 8-6. Очень важный мяч. Сейчас полегче будет Динамо. Да, ну, вот то, о чем я говорил в начале нашей трансляции. Все-таки Бреша – это команда возрастная. Там сплошь и рядом игрокам за 30. 3-4, 35, 37 при шуте. Поэтому на концовку может гостей не хватить. Что, конечно, на руку Динамо. Первый был в матче Николая Лазарева. Ну, сейчас поспокойнее нужно сыграть. Лучше без удалений. Ну, Сучков меня не слышит. Он там, хотя его, опять же, страхует. Тем не менее, он залезает на Муслима. Опять же, здесь. Александр Булов. Ну, внешне спокоен. Бросок наносил его Младен Янович. Уверенно играет Виктор Иванов в этой ситуации. И что здесь такое? Здесь надо полагать обоюдное удаление до броска Копцева и Вукчевича. Ну, если это удаление зафиксировано, то оно должно быть зафиксировано до броска. Если в момент... Нет, Лазарев удален, а не Копцев. Пояснение к этой ситуации. Ну, несколько непонятное решение арбитра. В данном случае, реферер из Франции. А, ну, это теперь понятно. Тогда в этой ситуации, в игровое время, игроки должны быть удалены до конца матча. Ну, да ладно. Оставим эпизод на совести суде. Пока счет на табло комфортный для Динамо. 8-6. Муслим атаковал. Не попал в ворота. Нагаев. Ну, сейчас бы третий забить, а? Плюс на плюс три уйти. И Нагаев по-прежнему с мячом. Ни с кем не делится. Близко подпускает Ваню. Ну, пас. Пас. Зачем эта передача на Лесунова? Ну, возможно, пару раз не попав из выгодных позиций, потерял уверенность в броске Иван Нагаев. В данном случае с хорошей позицией. Он же леворукий еще. То есть момент для него просто. Решил не бить, сделал передачу не точную вперед. Сложная, очень сложная ситуация под динамовскими воротами. Лесунов. Ну, вот сейчас хорошо там Риксу решил бросить. И там контратака один на один накатывается на ворота. Делунго. Суботич 9-6. Да, вот вроде бы в тени был Гавриил Суботич в первом и втором периодах. Но третий и четвертый отыграл на ура. Два мяча забросил. Сейчас в контратаку уплыл в заключительной четверти. Ну, явно только для Бреши, конечно. Вот я говорил, что динамовцы чаще ошибаются в ситуациях, когда принимают неправильное решение. Ну, в данном случае неправильное решение принял Валерио Риццо, когда нанес бросок. Вот он как раз смещен. Бросок поспешный. И, соответственно, подловил соперника на контратаке Гавриил Суботич. Опять же. Опять удаление на ровном месте. Пропускаем вперед, потом хватаем. И тут же за это наступает распада в виде 20-секундной игры в меньшинстве. Нора. Рисо. Янович. Бросок. Пришути. Мяч отсказки к нему же Янович. Сейчас будет атаковать повнимательнее. Нужно помочь блокам вратаря. Покосок и уверенно играет Виктор Иванов. Да, если бы не он, тут блоки-то обвел. Причем двойной блок обвел Янович. Ну, если сейчас удаление, то надо брать тайм-аут Марату Закирову. Да, при шуте. Вот я думал, в предыдущем удалении он получил в треки персональный фол. Нет, только сейчас. И тайм-аут, да. Ситуация напрашивалась для этой ненадной паузы. Ну, вот Субботич пока на бортике он отдохнул. И он сегодня в ударе. Нужно его выпустить на какой-нибудь диспозиции для броска. Ну, что, не делает этого Закиров? Нет, не делает, не выпускает Субботича. Главный тренер Динамо. Мы по всей видимости оставили вводить тот состав, который был до тайм-аута. Несколько странное решение, на мой взгляд. Вперёд, Динамо, движение и сила. Вперёд, Динамо, сыпать бы. Вперёд! Ну, вот Александра Бола. Ну, такое выражение лица у него, что он уже матч проиграл. Ну, действительно, время немного. Если сейчас Динамовцы реализуют численные преимущества. Макланка, нога его некуда давать. Вот только сейчас сюда. И Андрей Латыпов кладёт просто мяч в ворота. 10-6. Ну, а это уже серьёзная, очень серьёзная заявка на успех. Хорошо, пауза. Выждал её. Иван Нагаев. И на сей раз сделал точную передачу на дальнюю от себя штангу. Высокий жиль. Ну, такую комбинацию мы уже видели в исполнении Динамовцев. Правда, с другого фланга Кадахолл делал передачу на Латыпова. Обратительно, Лисунова. Но тогда пас подкачал. Высоковато было. А сейчас просто идеально было сыграно. В руку мяч Латыпову вложил. Иван Нагаев. Ну, тут с полуметра, конечно же, ворота не промахнулся. Ну, очень активно ведёт борьбу там с Учковым. Янович. Ну, Иванову-то не надо бы плавать вперёд. Здесь и Янович уже так, как мне показалось, готовился нанести бросок. Находясь спиной к воротам. Ну, там хорошо Шепелев сыграл на подстраховке. Ещё одно удаление в составе Бреши. Дали немного сегодня. Ну, судя таким образом, притекает в грубую игру. Вот сейчас бросать этого не надо. Галл удалён. Это я с просьбой к Ивану Нагаеву. Да. Ну, благо комфортное преимущество, да. Но такие ошибки допускать в концовке, сделать передачу прямо в руки сопернику, Дмитрий Холубч, конечно, явно не прав. Вот он на ваших экранах. Удаление в составе Динамо. Муслим с мячом. Не стал бить паз в заднюю линию на Кристиана Причути. Риццо. И он ошибается в передаче. Перехватывает мяч Шепелев. Ну, вот это то, что называется усталостью. Ну, недоволен этим свистом арбитра, который отправляет отдыхать, говорится, на 20 секунд. 10-6. Ну, может быть, и за разницу сражаться с Динамовцем, а? В чем бы нет? Ну, такое впечатление, что матч для обоих коллективов закончен. Хотя, вот, численное преимущество у Динамо было. Даже предпосылок от игроков, которые находились в воде в белых шапочках, путь вперед не было. Не знаю, почему. У Александра Боу в запасе оставался тайм-аут. Он его использовал. Душка Кетлович пробует уже с дальней дистанции пробить Дерлунга. Из этой затеи ничего не выходит. Но Александр Боу как раз только я победил разницу. Он, по-моему, за эту разницу это и сражается сейчас. Ну, победу никто Динамо точно не отберет. И шансы оказаться в числе команд, четырех команд, которые потом выйдут из группы в финальную стадию Лиги Чемпионов. Ну, на подоречных Маратах Закирова остаются. Вот момент, когда обратите внимание, сейчас вот если бы не Шепелев, вот тут, ну, до конца нам повтор показали, то исполнил бы заднего Яновича, находясь спиной к воротам. И там они были пустыми. 17 секунд оставалось сыграть еще до окончания матча. Янович на нору. Теряет позицию Лукшевич и опять неточная передача. Да, устали. Устали. Гости. Все-таки возраст сказался в конце. Вот то, о чем я говорил в начале трансляции. Ну, что ж, Субутич, вот которого благодарит помощник Борода Закирова Михаила Иванова один из тех, кто стал главным творцом победы динамовцев над Брешей. Поздравляем столичный клуб с победой 10-6. И еще раз скажу, что вот после этого успеха Динамо сохраняет шансы на то, чтобы выйти из группы в финальную стадию Лиги Чемпионов. Но календарь достаточно сложный. Следующий матч против ЦРВНа Звезды он что называется проходной, потом по той простой причине, что клуб из столицы Сербии аутсайдер нашей шестерки. Ну, а потом достаточно сложная игра с Барселонеттой в гостях. Ну, и поединки с двумя венгерскими командами сначала с Эгером, а зачем с Ференцварышем. Ну, уже дома вот в этом бассейне. Ну, что ж, на этом, друзья, позвольте попрощаться. Еще раз Динамо с победой. Для вас на этой трансляции работал Сергей Наумов. Оставляю вас за просмотром самых интересных эпизодов этой встречи. Динамо с победой. Динамо с победой. Динамо с победой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok